Привет, друзья! Это влог номер 18, влог здравого, влог Алексея Рашина. Поехали! Всем, кто смотрел прошлый влог, влог номер 16, и он закончился с тем, что я врезался в автомобиль и поехал в транспункт. Там в транспункте я узнал, что у меня поломана нога, и с этой ногой я провалялся целый месяц. На вопрос, кто виноват, а кто прав, позже я выяснил, уже изучив детально правила, что виноват был водитель автотранспортного средства. Я был прав, но, к сожалению, из-за незнания правил я решил разойтись миром, подумав, что я совершаю обгон. На самом деле был виноват водитель автотранспортного средства, так как водитель входил в поворот без поворотника. Это раз. Второе. Водителя была помеха справа. Это два. И третье. Я полностью ехал по правилам велосипеда. Этот метр дороги, этот метр мой. Я по своей ошибке подумал, что я совершаю обгон справа, и это было неправильно. Я решил разойтись миром, и это была тоже моя глубочайшая ошибка. Итогом той аварии что стало? У меня появился новый аксессуар под видом трости. Я провалялся дома целый месяц, сработав 7,7 килограмм, что тоже не очень хорошо. Я попал на ремонт велосипеда. На тот момент я думал, что у меня сломана всего лишь педаль. Но на самом деле оказалось так, что у меня сломан вынос педали. Вынос педали можно заменить отдельно, но в Белгороде он не продается. Мне надо менять всю систему на велосипеде. Вся система стоит 7 тысяч рублей, и она тоже не продается в Белгороде. Ее надо заказывать, ждать целый месяц. В итоге 7 тысяч на ремонт, 7 килограмм лишнего веса, неделя без нормальной зарплаты. Будьте умнее, друзья, учите правила, не совершайте моих ошибок. Я поплатился уже за это. Как говорится, в 12 стульях знание законов освобождает от ответственности. Время прошло, я стал восстанавливаться. Вначале было очень тяжко. У меня появился такой аксессуар, как трость. Теперь, если Данька вдруг сольется с видео, у меня будет оправдание, почему на нашем логотипе расположены трости GoPro. Это вот наш логотип для тех, кто не знает здравого малого. Так как у Даньки есть трость, у меня есть GoPro, вот мы сделали такое перекрестие. Я стал бегать по утрам. Это дается мне пипец, как тяжко. Я снова вернулся на велосипед. К сожалению, старый велосипед, точнее, как новый велосипед, который я купил, который у меня попал в аварию, я так и не смог починить. На данный момент у меня нет 7000 рублей и еще скольки-то тысяч рублей на ремонт этого велосипеда. Я пока езжу на старом велосипеде. На велосипеде буду продолжать ездить. Поверьте, я вот себя голову разбивал, видите, шрам на тыкве, это отпадение велосипеда. Поверьте, два сломанных пальца на гейме не остановит. Я буду ездить дальше. Собственно, пока проблема в том, что протусив целый месяц дома, набрав лишний вес, я сейчас езжу как в начале сезона, как будто у меня легкие школьника. Я задыхаюсь после 10 километров, я выпиваю две фляги воды, с меня льется, как, не знаю, с гидранта воды и пота. Хреново, короче. Про ремонт у меня дома. У меня все еще продолжается ремонт. Мы уже перешли, наконец-то, с этого этапа грязного, когда все в растворе, все в цементе, все в каком-то говне, все в пыли. Этого уже нет. Теперь мы монтируем мебель и делаем всякие мелочи. И, казалось бы, все должно пойти было быстрее, но из-за того, что мы делаем ремонт сами, все движется очень долго. Например, у нас столкнулись с такой проблемой, даже когда прикрутить плинтуса. Плинтуса у нас твердые, стены у нас и пол не совсем ровные, поэтому ты, когда прикладываешь плинтус, он снизу идет такой волной. И чтобы исправить эту проблему, мы прикрутили его на черные саморезы, чтобы он держался ровно и выровняли его, собственно, по линии горизонта. Потом эти саморезы надо чуть-чуть углубить, потом покрасить белой красочкой и зашпаклевать, потом покрасить весь плинтус. Уже, по-моему, геморрой, а таких геморроев еще очень и очень-очень много. Ребята, ремонт, зло, не делайте ремонт, не повторяйте моих ошибок. После восстановления я вернулся на свою чудесную работу. Работаю я оператором в профсоюзе «Правда». Есть такой профсоюз, я работаю в профсоюзе. Как только я вернулся, на меня нахлынилась такая нехилая доза мероприятий. Поверьте, ходить весь день со штативом, потом сидеть по вечерам, подсматривать этот материал и быстро выгружать его в сеть – та еще задача. Да, это не уголь, шахты добывать, но веселого тоже мало, поверьте. Ходить с камерой, наверное, это самый клевый этап. Самый хреновый – потом сесть в темной комнате перед экраном компьютера и отбирать материал, который ты снимал весь день. Помимо этого, после работы я возвращался домой и монтировал свадебки. Да, я сейчас снова стал снимать свадебки, до этого я не снимал. Точнее, как, когда-то давно я снимал свадебки. Потом я забросил, подумал, не-не-не. Сейчас я снова решил вернуться в свадебки и снова их снимаю, делаю. Вот уже парочку снял. Кому интересно, обращайтесь, ребят. Цена у меня небольшая. Такая вот рекламка меня самого. Я делаю одинчасовый фильм, маленький пятиминутный ролик. Снимаю я весь день на две камеры с двумя людьми. 20 тысяч рублей. Допускай меня обвиняют другие операторы за такую цену. Поверьте, у других цена больше. Я пока начинаю заново, поэтому цена у меня такая маленькая. Поверьте, ребят, я того стою. И это очень демократичная цена за видеосъемку на свадьбах. Новости канала. Что изменилось у нас на канале Здравый Малый? У нас теперь будет три рубрики видео. Первая рубрика, самая основная, о которой мы делаем ставки, это будут автовлоги. Автовлоги, так как приносят больше всего просмотров, интересно больше количества людей. И мы, честно говоря, нам больше рады с них делать. Это будет упорт на них основной. С автовлогов мы хотим получить большее количество новых подписчиков, большее количество фидбэка от наших фанатов или зрителей. Второй пункт – это влоги. Влоги мы будем снимать, надеюсь, будут выходить у нас почаще. К сожалению, у нас сейчас идет такой этап, что мы оба с Данькой работаем, и ничего интересного у нас, кроме работы, не происходит. Потом не все с работы можно показать вам. К сожалению, могут возникнуть проблемы на работе. И третий – это обзор каких-либо мероприятий, такие, как мы делали обзор Брезга, Кофейн Калипса. Нас, честно говоря, очень редко зовут на такие обзоры, поэтому основную ставку мы на них не делаем. Ставка основная идет на автообзоры. По автообзорам. Многие спрашивают нас, делали ли мы их за деньги, срубаем ли мы что-то с этого. На самом деле, нифига. Делаем мы их полностью бесплатно. Мы ищем тачки у наших друзей, у наших подписчиков. Уже, благо, помог один человек. Пили мы их бесплатно. Идея такая, этих автообзоров – обратить внимание на инвалидов через призму юмора обзора автомобилей. Тех или иных. Это не реклама. Все тачки абсолютно настоящие. У нас вот снимался Андрей Кожемякин, чемпион по стрельбе. Это его настоящая машина, на которую он едет every day. Это не реклама Рено, это прям тру-тру от человека, как оно есть. По влогам. Влоги мы разбили теперь не на один длинный, а на два влога. Отдельно от Данила, отдельно от меня. То есть, влог от меня, влог от Данила. Как-то вы о нас не забудете, как-то будем чаще выходить. Надеемся. Хотя бы как-нибудь постараемся исправить эту ошибку с нашими хреновыми выходами из немножко старого. Как-то пытались обратить еще проблему про инвалидов с другой стороны. И мы устроили такую некую гонку на технологии. Это получился очень странный ролик. Мы пытались донести идею, что инвалидам надо помогать. Но вышло как-то стрёмно. Вышло как-то, что если ты инвалид, карлик-колясочник, то тебе вообще хреново. Странный вывод, странная идея. Не знаю, что из этого получилось. Судить вам. Вот вам для окончания моего влога такая вот вставочка. Я Дмитрий Мирошников, мне 24 года. В дорожно-транспортном происшествии я получил травму позвоночника на уровне шейного отдела. После этого продвигаюсь в инвалидной коляске. Сегодня ребята пригласили меня принять участие в эксперименте и проехать обычный стандартный круг расстоянием 400 метров. Мы приехали на обычный среднестатистический стадион со обычными среднестатистическими ребятами. Ради того, чтобы провести небольшой эксперимент. Мы возьмем карлика, инвалида-колясочника и полуслепого парня. И запустим их на инвалидной коляске. Посмотрим, кто кого делает. Посадим в мою инвалидную коляску абсолютно здорового человека. Ну, по крайней мере, внешне. С буксами или без? Минус этой коляски это маневренность. Ее все время несет вправо, если вы неправильно толкаетесь руками. И вот такая вот высота для вас это уже препятствует. Я очень быстро. С стороны, наверное, выглядит очень быстро. Гоню как бешеный. Я вас ненавижу. Вообще, очень плохо быть карликом-колясочником. Твои руки банально не достают до вещей, которые нужно... Помнише которых крутится колесо. Мозолька. За всех колясочников-карликов этого мира. Ай, у меня эта штука слезла. О, боже, о, боже. Какой... Есть. Погнали. Второй мозоль. О, да он водянистый еще. Накладки резиновые на колесах, с помощью которых крутятся колеса руками. Сделали мне бобоку. Бобоку. На двух пальцах. Ребята, по-моему, у меня гной из мозолей. Я превращаюсь в колясочник. Друг! Раз, два. Раз, два. Да, вот листы. Ну ты посмотри, колясочник меня удел. Я же полноценный карлик. Телочка есть, машина. Усейн Болт, проснись во мне. Даня, пукан рвал. 8 минут, стесанные руки. Вот вам реалии жизни, ребята. Это удалось мне за 5 минут 51 секунду. Что, в принципе, для шейника неплохо. Данил преодолел это расстояние за 8 минут. Но ему было реально тяжело. Тяжелее, чем любому шейнику. Ты молодец. Властелин и колес тоже все поставили на карлика. Ведь, по сути, это он тоже кольцо не донес. Верьте книгам. Мой карлик тоже не донес победу до финиша. Фродо слился, короче. Человек со здоровыми руками, соответственно, первое место. С травмой шейного отдела второе место. Карлик третье место. Да. Здрасте. Я знаю. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте наш проект. Пишите нам, предлагайте идеи, фидбэчуйте. Пожалуйста, важен фидбэк, нам важен контакт от вас. Всем мир, всем пока.